врываемся на вторую игру октопус гейминг против изи лайф первая игра была сверх динамичная прям кух вспотел прям немножечко сейчас думаю что вторая игра будет не менее напряженной тем более что ребята с обоих команд разыгрались и сейчас покажут просто предел своих возможностей так музычку убираем как обычно и мы начинаем гробница королевы пауков вторая карта я очень ожидал ее сегодня увидеть ходе игр команды я ее собственно говоря увидел так не бейте меня палками если что если я не ошибаюсь слева у нас изи лайф справа у нас октопус гейминг и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не хотят против ней играть, не хотят непредсказуемо большого урона в лицо Сразу бан и с глаз долой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Решили сразу одного из самых сильнейших танков на текущий момент забрать Который мало того, что выдает огромное количество контроля Так же выдает и огромное количество урона После его последнего реворка Вопрос только в том Кому именно сейчас будет фронтить Диабло Повелитель ужаса И против кого он будет стоять Малфурион, Горош, Ого! Выглядит знакомо, выглядит знакомо Отвечает Малфурионом и Горошем Хотя от максимально много контроля Забирает вновь метовых героев Довольно сильный выбор Впрочем, ничего другого я не ожидал от этих ребят Осталось только посмотреть, как октобус отреагирует на такое событие Феникс! Я все думал, почему в прошлой игре его не взяли Феникс и Стуков Ну правильно Среди сильных команд, как правило, это ротация саппортов превалирует Феникс, этот, Стуков, Малфурион, Малфурион, Стуков, Стуков, Малфурион Тут как бы можно особой оригинальности не ждать А вот Феникса я ждал Я даже был удивлен, почему я его не увидел сегодня За три игры ни одного Феникса И тем не менее, Феникс залетает на эту игру Пожалуйста Банзер Атула неожиданно Чему бы это интересно? А октобусы задумались А октобусы пока думают, что же они хотят не видеть в команде противника А что ведь на самом деле они хотят не видеть? Пока сложно сказать, что будет у Изи Лайф Изи Лайф взяли саппорта, Изи Лайф взяли мейн танка Понять, что именно они планируют на текущий момент делать Не совсем ясно Понятно, что куча контроля, понятно, что довольно хороший фронт Но задумка пока не ясна И это преимущество команды Изи Лайф Потому что сейчас их сложно прочитать Команда октобус гейминг на первые три пика не подстраивалась под Изи Лайф Потому что подстраиваться не под что А вот сейчас мы уже узнаем, что Изи Лайф задумали на вторую игру Только сейчас они реально свои карты собираются раскрывать Держит в интриге Команда Изи Лайф Не только противников, но и меня Потому что мне, признаться честно, весьма интересно Как именно они хотят провести эту игру На гробнице Из них полностью развязаны руки Все что угодно сейчас может появиться Назива и Седогриф Вау Назива как задумка на глубокий лейт И Седогриф как весьма хороший нейтральный дамагер Сейчас вопрос только в одном из двух Либо они планируют вставлять Назива На соло линии Либо мы увидим другую соло линию А Назива тогда будет выступать в качестве прокастера команды Изи Лайф Тут очень интересно Блин, молодцы! Мне что нравится То, что мне совершенно сложно понять Как именно они сейчас будут играть А соответственно довольно сложный октобус При условии, конечно, что октобусов капитан А вполне возможно, что капитан октобусов намного лучше меня Понимает, что здесь происходит И сейчас мы увидим какие-то интересные контрпики Возможно он даже уже знает, что Изи Лайф на пятый пик возьмут Но Вот лично я заинтригован Я до конца прочитать не могу У октобусов пока все более-менее ясно У них офф танк сейчас появится У них проявится прокастер Это как бы почти гарантированно Если только они сейчас не удивят меня Оригинальными пиками Лунара Не прокастер удивился Ну вот второй танк Леорик зашел, да По всей видимости, полагаю, Леорик у нас на соло-линию и пойдет В принципе, неплохо Леорику есть чем броняться Есть чем чистить пауков Хороший выбор С одной стороны, говорят, что герой неметовый С другой стороны Ну, чисто субъективно я Со своего, как бы, мировоззрения Могу сказать, что Леорик это очень эффективный Соло-лейнер это очень эффективный второй танк С огромным количеством вариаций использования И самое главное, это интересный пик Леорика я сегодня видеть не ожидал Ребята из октобусов сказали Вот он, Леорик Молодцы И последний пик от команды Изи Лайф Который полностью прояснит, что будет происходить в этой игре С их стороны, во всяком случае Соня Назиба как прокастер Назиба как прокастер Назиба как задумка в лейт Хорошо, это весьма интересное решение Посмотрим, что из этого выйдет Тем более, что команда Изи Лайф уже продемонстрировала Что они-то понимают, что делают Ну, как и октопусы, конечно Так что, противостояние идей Противостояние задумок капитанов И игра начинается, ребята Игра начинается Насыщенный был драфт Один из самых интересных за сегодня, я бы даже сказал Надеюсь, что игра будет не менее интересной, чем сам драфт Гробница Королева Пауков Очень важно командам не допустить сноубола карты Потому что, в отличие от Предыдущей карты, на которой они играли Гробница карта, в которой Одни пауки могут запустить снежный ком В задачах обоих команд не допустить снежного кома Максимально держать равную игру И первые минуты будут одними из самых решающих Очень интересно будет посмотреть на противостояние Сони и Леорика Потому что оба героя, несмотря на то, что Сони считается как бы более сильным соло-лейнером Леорик это тот герой, который при грамотном исполнении может ее наказывать Реально может И мне будет очень интересно, какой будет соло-линия сейчас Кто выиграет ее Итак, Гробница Королева Пауков Вторая игра Противостояние Октопус Гейминг и Изи Лайф Игра остается на паузу Ну, вылетел, значит сейчас вернется Философия стримера Мы не торопимся, мы подождем В конечном итоге эмоции от тех матчей, которые ребята делают Все, возвращаемся к игре Команда Изи Лайф Сити Хандап На Гороше Девил Хейт Исполняет Соню Седовласы Занимает Малфуриона Джокер на Седогриве Фалин исполняет на Азиба Команда Октопус Гейминг Кай Занимает позицию мейн танка Диабло Эллу на Лунаре Эпитон на Фениксе Пур Энимал на Леорике Тила на Стукове И игра начинается На сей раз Особых перемещений Необычных мы не видим Команда выходит на мид И по всей видимости Сейчас будет Мидовая драка Будет? Нет Осторожно Начинают команды Гороше по всей видимости Хотел поддеть Светлячка от Лунары Да, начинаются спокойные размены Сула-линия уже уходит на Сула-линию Сразу Соня начинает С жесткой доминации Над Леориком Леорик потерял половину хп И по всей видимости Его еще ждут времена Когда он будет терпеть На Сула-линии В тот же самый момент Седовлас и Фалин Джокер и Сити Хэндап Начинают ротацию Ребята из Октопус Гейминг Также ее поддерживают Да, здесь все по классике Ротация между мидом И топом обоих команд И Сула-линия снизу Диабло Ищет момента Чтобы бороться Старается создавать Максимум угрозы С другой стороны горош Врут гороша Перекидывают гороша Горошка рекидывает Диабло Идет корни Седовласова Зомби Диабло теряет почти все лицо Пытается горош продолжить Но не получается Сейчас гороша Надо бы уйти Приходит Феникс Минус горош Актопус Гейминг Открывают счет Молодцы ребята Никола Тильда От прошлой игры Действуют агрессивно Видят ошибку От противника И наказывают за ошибку Противостояние На нижней линии У нас более-менее равное На нем особо Пока зацикливаться не будем До определенного времени А будем смотреть на то Как команда Команда Актопусов Выходят на ганг Гангают Соня Соня Не может уйти Идеальный врыв И это Это минус Минус Соня Да Минус Соня Актопус начинает 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 набирать обороты Понимаете В то же время Изилайв Времени не теряет Запускают харду И пытаются Возобновить ротацию Они проигрывают Пока всего лишь Полуровня И ничего страшного Еще не произошло Но октопусы Как бы показывают Что ребята Тво мне первый матч Тут мы готовы Я совсем жестко Попытка выйти на феникса Феникса Феникс уходит За счет своего прыжка Потрясающая Мобильность у героя Фонтану феникса есть С ротацию не уйдет Изилайв Несмотря на первые неудачи Ведут ротацию Чуть более уверенно Попушают Продавливают линию Не дают расслабиться Соня стоит с Леориком Здесь пока ничего Особо интересного Не происходит Невероятно Весьма опасная позиция Но он знает Что делать На этом я уверен Просто зонит Дает вижен Своей команде Не дает возможности Противнику как-то Зайти в бэклейм Инициация Диабло Корни под Диабло Зомби перед Диабло Диабло пытается выйти Не снимая Даже половины хп у Диабло По всей видимости Попытка была хорошая Но Диабло Это все таки танк Диабло Санк с высокой мобильностью И Диабло этой мобильностью Воспользовался Но хорошая попытка Ребята из Изилайф Ищут 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 возможности Чтобы забрать Парочку лишних героев Как они делали Это в прошлой игре Ищут возможности Для того Чтобы игру Вернуть полностью Под свой контроль Тилан Пытается сдать Горош Как бы говорит Нет 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 парень Не сейчас Горош вообще Весьма агрессивная игра Он диктует эту игру Джакир Безопасненько Заходит На Изи Кэмп Внизу Забирает Так чтобы команда Противника На это не обратила Внимания Но с другой стороны Актопусы Воспользовавшись этим Могут вполне себе Спокойно сдать Кристаллы Это первая сдача Только что была От Феникса Команда В Соню В Соню Соня пытается выйти Недостаточно много урона Проходит по Сонне Соня выживает Но команда Зелая пробитой Нуждаются в том Чтобы использовать Фонтан Использовать Возвращение на базу В то время как Пауки не ждут Пауки уже выходят На линию И команда Октопусов Готова реализовывать Это преимущество Октопусы Притягиваются На Они идут По всем трем Линиям Они не пытаются Продавить какую-то одну Они стараются Создать напряжение Везде Где такое возможно Феникс Против Назиба Соня Как обычно Против Леорика Атака За трипла Тиланкай И Элу Пытаются продавить Т1 на миду Пауки на миду К слову Уже почти закончились Изи лайф Особо не наглеют Не лезут Драться под пауками Они просто Вливают Весь возможный урон В самих пауков В то же время Назиба Уверенно Защищается От феникса Ну а сюда Выходят Октопусы И сейчас Возможно Будет давление Под топ линии Но нет Изи лайф Быстро Быстро Молниленно Реагирует На перемещение Противников И есть даже Вероятность Что если они Сумеют Не упадут Даже башни И башни Реально Не упали Леорик Воспользовался Всем как мог Сумел снести И башни И стеточки И ворота Но пауки Уже упали И Соня Наносит Ощутимо Большую урон И чем он ей В тот же сам момент У эти лайф Уже есть готовая сдача Если они сейчас Сдадут Они все это Преимущество Что как топусы Вырубали Могут нибелировать Буквально Одним удачным Пушем Главное для них Сейчас сдать Они стараются Седовлас уже сдает Джакир сдает Дэвил Хейт Сдает Уже пришли Октопусы Горош не успевает Вместе с Називом Но часть сдачи Уже есть Часть сдачи Уже никуда не пропадет Узилай Инициация От Леорика Леорика перекидывает Горош Горош получает Тотально много урона И Леорик И Горош Скорее всего Мут Минус Леорик Горош Выживает Выживает Горош Диабло не может Пронести так много урона Чтобы добить Гороша Пытается влететь В Малфуриона Но октопусы Слишком позади Своего танка Не могут продолжить Эту инициацию И в итоге Изилайф забирают Леорика И отходят Это то что надо Изилайф Несмотря на то что Изилайф проигрывает уровень И за счет таких убийств Они сейчас могут Нивелировать опыт Но октопусы молодцы Октопусы держатся За игру Понимают что надо делать Понимают что сдача У Изилайф есть Что сдачу лучше не допускать Обе команды запускают Свои харды По всей видимости Мы сейчас увидим Новый раунд Противостояния За сдачу Леорик уже гоняет Гороша Октопусы в полном составе Приезжают на мид Занимают позицию Но Изилайф уже стараются Сдать на верхней позиции Куда приходит Феникс Потрясающий контроль Карты от октопусов Потрясающий Инициация От Леорика Туда же идет Огонь от Дьявола Это минус Малфурион Джакир получает Очень много Рода в лицо Не может продолжать драться Назима успевает Протуннелить Леорика Минус Леорик Один в один Потрясающая реакция От обоих команд Обе команды сейчас Идеально контролируют Карты Идеально хорошо Бегут замесы Кстати наконец Стала Стала ясна задумка От Команды октопусов Дьявол пытается Ворваться Горош Не верстеливается Перекидывает Дьявола Дьявол получает Много урона Но недостаточно Много Горош умирает Дьявол забирает Еще и Соню Минус 2 Низи лайф Назима На грани смерти Не умрет Но очень Очень много урона Получил Ну а октопусы Удивляют В прошлой игре Они совсем Не так уверенно Себя продемонстрировали Итак По ультам Вызов вождя От Гороша От Сони Гнев Берсерка Внезапно Спокойся От Монфуриона Неожиданный выбор От Седогрива Проклятая пуля От Назима Громадень От Диабло Этическое дыхание Которое работает Вкупе с Погребением У Лорика Стуков Хрёсткий удар Феникс Расскалыватель Планет Тоже неожиданный И свертностый Прыжок От Лунары О Октопусов Уже есть Дача Октопусы Выпускают Новых Пауков Не давай Изилайф Не давай Изилайф Как-то отбиться Они просто Сноуболят Игру Они сейчас Пытаются Как можно Больше вырвать Если Изилайф Сейчас Каким-то Чудом Не развернут Игру В свою пользу Во время Вражеских Пауков То сейчас Есть реально Опасность Изилайф Могут Откинут Даже Не на Один А на Два Уровня И Тогда Уже Реальная Ситуация Станет Угрожающей Посмотрим Как сейчас Все будет Пауки Вышли Октопусы Собираются На Меду Собираются Давить Строго Одну Линию Лерик Отдавлено Глубоко Заходит Но Безболезненно За себя Надо Признать Выходит Громазин Выходит Корешки От Малфуриона Пытаются Не отдавали На топе Никого Нет Там Пауки Безопасно Вкушат Раскалыватель Планет В гробницу Туда же Эктическое Дыхание Минус Никаких Шансов Пережить Подобную Инициацию У него Нет Горожа Ходит Пытается Отдеппать Топ Что Скорее У него Не получится Топ Это Однозначный Минус Соня Ушла Хотела Была Учим Сейчас Она Уходит На Мит Пока Не Всем Ясно Что Она Хочет Сдачу Произвести Это Единственное Как можно Объяснить То Что Она Делает Еще Остались Пауки На топе А кто Пас Эти Пауков Кидают У Актопусов Какая Своя Задумка А Изилайф Оббивает Пауков Ох Тяжелая Ситуация У Изилайф На Сей Раз Немножечко Просчитались На Мой Взгляд Чисто Просчитались Актопусы В первой игре Особой Идеи Я Ну Постяком Суть Своей Стороны Не увидел Они Взяли Пик Которому Реально Есть Рабочая Схема У Актопусов Реально Задумка На Драку И За счет Этой Задумки Они Просто Выигрывают Игру Т1 У Изилайф Однозначно Падает Посредний Из Т1 Но Изилайф Тем временем Через Верхнюю Сдачу Сумели Вызвать Своих Пауков И Сейчас Для Изилайф Шанс У них Полный Состав Правда У Сони Нету Ярости Но Кроме Этого Сейчас Они Могут Пытаться Развернуть Ситуацию Свою Пользу Попытка Зацепить Леорика Перекидывает Леорика Тамба Идет Ну Леорика Убивают А команда Актопусов Никак не может На эту тамбу Отреагировать Тамба была Слишком Недалеко И Это Минус Леорик Пауки На топе Защищены Но еще Есть Пауки Снизу Еще Есть Пауки На Меду А Изилайф Эти Пауки Особо И Не Надо Пускай Пушат Они Просто Берут И Своими Руками Используют То Что Противников Четверо Их Пятеро Сносят Т1 У Противника На Топе Феник Переместился Защищать Линию Зачистил Линию На Меду И Остались Тот Пауки Которые Идут По Нижней Линии Изилайф Хотели Было Напасть На Башне На Медовой Линии Но Посмотрели Слишком Рискованно Уже Живой Леорик Команда Противника Готова Драться И Решили Ну Как бы Другой Раз Пошли На Свою Харду Но Они Молодцы Они Играют Очень Осторожны Сейчас Возможно Это И Правильно Они Идут На Авантюру Они Хотят Вывести Игру Аккуратно В свою Пользу Это Возможно Сыграет К ним На Пользу Между Тем Мактопуза Забирает Свою Харду Забирает Весь Опыт Из Мест Где Только Возможно Его Забрать И Получает Шестнадцатый Уровень Сейчас Самое Время Действовать Ну Игра Пока Больше Напоминает Позиционное Противостояние Феникс Явно Намерен Пробивать Толстые Цели У Противника Соню Гороша Интересный Кстати Выбор От Леорика Такой Весь На Мобильность Игроки Явно Играют С С Билдами Билдами Которых Они Полностью Верен Инициация От Октопусов Идет Инициация Соня Соня Пытается Выть Начинает Драться Соню Не пробивают Идет Громадин Идет Тамбар Тамбур Вывезли Вывезли Драться Полностью Вывезли Драться Идет Смешает Два Холярных Убийства Получает Шестнадцатый Уровень И Выходит Практически Вровень С Октопусами Вот Оно Хладнокровное Ожидание Момента И Игра Начинает Пахнуть Шарином Идет Громадин Идет Пуш Т1 И Зай Начинает Умагрят Основ Болить Катку Без Пауков Вообще И Узилай Ведь Еще И Сдача Пока Противники Мертвы Они Могут Вызвать Пауков А Что Им Мешает Тогда По сути Дело Начинать Атаковать Атаковать Противника Инициатор Леорика Леорик Улетает По Леорику Прошел Восьма Маленький Урон Леорик Жече Хватка Успел Кинуть Но Зайти Леорик Тоже Никуда Не Успел И Это Пауки От Тези Life Актепусы Группируются Готовятся Обороняться В то Время Как Изи Леорик Решили Объединиться На топовой Линии Да Как я и ожидал Они собираются Не размениваться На мелочи Типа Т1 Внизу Они собираются Сносить Сторону Получится ли У них Так В общем Вопрос Корешки От Мулфуриона Уже Создают Зону Агрессии Уже Стараются Показать Баши Баши Башни Башни Леорик Начинается Инициация От Сони Очень Сильно Срадает Леорик В тот же Самый Момент Горош Отвлек На себя сразу двоих дали лирика убили рассказать планет пошел и автобусы не имеет возможности защититься в минус один игрок слишком много урона начинают проходить от изи лайф и за спокойно забирают т2 еще и т1 снизу пойдет это дума уже не так страшно на фоне того что открыта первая сторона от изи лайф очень уверенная игра очень уверенная игра от ребят начали за упокой закончились такое здравия что страшно по нужно теперь с открытой стороной мало того что изи лайф выигрываю два уровня теперь ведь надо еще все время отвлекаться на то что кутяк это пункт идут по боковой стороне это момента по сути дела у изи лайф развязаны руки не могу делать на карте что хотят даже странно что они сейчас не забирают харду потому что бояться им особо нечего но капитана беднее ну понятно да изи лайф такие как бы ребят начали поглядать мы понимаем что победа и поражение вход цвета вопрос одной драки как правило мы лучше не будем рисковать пуская кто просто забирать свою харду мы запустим нейтральную изю запустим свою харду запускаем все то что можно запустить безопасно для себя гараж все ждет в кустах очень кого-то на ошибке на сдачу пока ни у кого нет к этому довольно близки октопусы но будет ли сейчас октопусы направлены собирать монеты в этом кристаллы в этом вопрос в этом вопрос я нигде одну стараются защищать линию принципе октопусы особо никуда не высовываются зажались на своей базе выжидают выжидают а чего выжидают пока что не совсем понятно возможно тоже хотят не рисковать хотят осторожно выжить найти момент когда бы они смогли отыграться на изи-лайв зацепить кого-нибудь и вернуть игру свои руки все возможно игроку это запахло жареным не исключает того что одна красивая драка одна сработанная компа как-нибудь разбатить изи-лайв на то чтобы они провязали стадис до комбы и комбанной заработает вновь там бабнуть дыхание мне внес рассказывать и планет у нее нет никаких проблем и там баба однако пошла мимо попытка блатить гороши так понимаю дьявол тотально много урона получает соня врывается вносит просто бешеное количество урона на пару с горошем бэтлейн чувствует себя полной безопасности делает все что захочет бьет кого хочет и сколько хочет раз лунара пытается уйти лунара скорее всего уйдет но получила на очень много урона феникс загнал на свой фонтан лунара тоже пытается на своем фонтан пройти и изи-лайв просто начинают летать скоро и это вторая выиграна играть изи-лайв поздравляем ребят потрясающая игра очень сильный отыгрыш вот что означает настоящее железное терпение вот все до самого почти конца игры до пятнадцатых уровней помоги 14 для изи-лайв все шло очень плохо они не могли нормально провести драку мы получили стазисы собрались не дали произойти тому чтобы октопусы зашли на т2 их не и просто выждали момент когда они смогли развернуть игру они развернули группам с полтора или два уровня разницы молодцы ребята аплодирую стоя как бы красивая игра но октопусы реально меня приятно удивили вот можно может показаться что игра как бы в одни ворота что не так первая игра может ушла в одни ворота на октопусы во второй игре показали что они умеют в задумке это реально было довольно сильно до самого конца игры я был практически уверен что октопусы эту игру заберут они зубами дрались зубами держались за эту игру и они проявили себя очень достойно молодцы тоже молодцы так ну все ребята хорошо через буквально 20 минут у нас начинается противостояние третьей группы команд последняя на сегодня но весьма жарко как и франции принципе как и все остальные противостояния не расходитесь ребята и уже очень скоро будет третья игра